давайте барионикс против индоминуса зуха татар спина тазуху да очень короче похож на нашего барионикса короче забавно ставим лайк у сик ребят ребята всем привет с вами александр и сегодняшний наш герой это барионикс он недавно был добавлен в игру джурасик world the game но перед тем как мы его прокачаем на 40 максимальный уровень давайте же вспомним кто такой барионикс в переводе с древнегреческого его название переводится как тяжелый коготь а вообще-то это у нас спина заврит хищный динозавр который жил примерно 130 125 миллионов лет назад на территории европы длину он достигал примерно семь с половиной метров был вооружен челюстью длиной в метр и 96 конических зубов украшали его при том вдвое больше зубов было именно на нижней челюсти на верхней всего лишь 32 на его передних лапах находились гигантские три серповидных когтя самый длинный из которых был 35 сантиметров на зависть велоцираптору конечно же до телезинозавра ему далеко но тем не менее ближайший родственник барионикса это зухамим вместе с бариониксом зухамим его относят в особое подсемейство иногда их относят даже к одному и тому же родному барионикс и зухамим это одно и то же но если считать все-таки что зухамим у нас все-таки отдельное существо то он был все-таки покрупнее до 11 метров в длину и жил он по времени немножко попозже то есть если барионикс и вымерли примерно 125 миллионов лет назад то примерно тех же 125 миллионов лет назад появились зухами и просуществовали примерно до 112 миллионов лет назад и кто пришел им на смену ну конечно же это спинозавр который появился примерно 112 миллионов лет назад и 93 с половиной миллионного лет назад примерно он исчез сам же зухамима в длину был 11 метров как я сказал и его вес колеблется очень сильно от 2 и 7 до 5 и 2 тонны ну а спинозавр вы знаете он весил более 7 тонн по некоторым данным и под 15 16 тонн и в длину был примерно 15 метров в последнее время барионикс очень популярен да он у самого начала был представлен в игре джурасик world live вот вы сейчас видите картиночку перед собой он там прорисован вообще-то очень великолепно там даже есть две варе 2 2 вариации нашего героя она может быть как зеленый так и такой вот немного красновато-оранжево самая же лучшая модель это конечно же в настольной тк на игре джурасик world evolution там барионикс просто великолепен да в целом конечно морда у них такая крокодиля мне очень нравится также он у нас засветился конечно же фильме мир юрского периода 2 где там выходил чуть ли не из-под лавой тоже очень хорошая картина в общем-то барионикс у нас сейчас на волне славы можно так сказать да ну а по мере прокачки которые мы сейчас приступим мы в общем-то еще сравним его несколькими динозаврами на которых он станет похожим на сороковом уровне ну что ж давайте приступим и пока у нас тут появляется новый гибрид к новый супер гибрид для которого нужны супер днк мы продолжаем прокачку нашего барионикса так давайте сейчас я его найду так мы остановились на том что у нас был был вот у нас вот такой вот прекрасный милейший короче красавчик так сейчас мы будем его с вами качать давайте сделаем на два тридцатых подеремся потом прокачаем его на 40 уровень и сравним его новый внешний вид с некоторыми другими существами ну и еще разок сразимся еще один уровень так надеюсь они меня оба открыты на я им сражался не так давно так главное чтобы еды потом на гибрида хватило так и так у нас по 1000 по 1000 есть сила ударов давайте тогда побежим к на арену так у нас может есть какое-то событие вот из этих где мы можем посражаться здесь явно нет здесь явно нет ну битва титана у нас есть ну ладно мы туда не будем лезть тогда пойдем просто папа и в пишем ся бесплатная всегда приятно а кстати внизу вот видите ползунок короче добавили только вы сделали бы его еще активным он были но это тупо вот ползунок добавили чтоб ты видел как бы где ты находишься вот он двигается но ты не можешь им тыкнуть конечно конечно же зачем же делать его кликабельным так дарвин оптором я тут взял хотя нет эудиморфодон намного круче вы смотрите какая-то вот немножко неправильная система получается на что из-за того что они по силе удара расположены они по общему балансу силы короче вот дарвин оптор впереди по удару хотя у него жизненно косарь меньше чем его диморфодона сила удара всего что на двадцатку больше их люди люди чудят они какую-то дичь можно добавлять новое но не ломая старая так 1000 1000 1000 но так вот как-то ухты это было прикольно короче не успел сделать скришотик так и у меня гадина такая про атаковал ну ладно ладно так ну по размерам он крупнее бареоник крупнее чем и супрано титан так ну давай-ка еще посидим немножко защите хотя мне вообще-то слить бы надо было не бареоник сам полинула наш уж поделаешь бить дняшка бареоник мы посмотрим на его брюхом он конечно же подменится на гибридика у на ринг а так блин четыре балла уже много и атака на все три ну в принципе принципе неплохо наверное ну блин три удара придется бить 3 1 2 блин чуток не хватает что-то такой жирный у на ринг и 1 2 в общем то если он нас атакует мы победили если не атакует то не победили ну давай ну не шанс всегда есть он атакует на 2 2 он себе оставил и это его не спасет потому что у нас 53 нам более чем достаточно давай крокодильчик бареоникс более древние на существо у нас чем зухамин и еще более древние чем спинозавр так их не их не предок по факту 130 миллионов лет назад появился как мы уже знаем так на время нам качнуть его на максимум так иди сюда где ты тут жаль что до иритатора я уже спрятал ну ладно так ну и момент истины ребятки он у нас как будто бы какое-то существо из арка получается зараженная ну вообще да я сам его даже в живую не видел на самом деле детали там буквально картинку одну встречал они у геймбивара у геймбивара сегодня посмотрел а то я как бы качнул его на 30 до что там у него на 40 он даже не видел так ну прикольно мне уже нравится цвет он немножко поменял стал таким немножко бирюзовеньким так смотрите вот такое вот существо ребятки давайте ставим ух смотрите текстуры подгрузились видели вообще какой шикарный он стал теперь давайте ребятки ставим на паузу это видео и даем ответ на вопрос вот который я озвучивал на кого это существо похоже из других игр то есть ну вы так подумайте и напишите сейчас я его качну на 40 уровень да и сюда в общем-то буду вставлять картиночки на на кого он похож так как я предполагал да что у него будет примерно полторушка да и четыре с половиной я говорил по-моему гордисе здоровье чко но в общем-то все нормально вот такой вот у нас прикольный стал он ну конечно они эти все наросты не выглядят как какие-то кристаллы но тем не менее по раскраске он похож на кого у нас на немедленно а ну-ка на кого что на кого ты похож давай сейчас посмотрим но из этих из на из наших я чисто так это немножко так отступим мы в сторону так подожди все существа хищники мегалозавр да по-моему мегалозавр и я я имею ввиду сейчас мегалозавра по моему вову вот этого мегалозаврик а где же ты у меня находишься ну это из-за динозавров джурасик вот за гейма то есть больше всего он похож на мегалозавра но еще больше он похож на другое существо ну надеюсь вы уже там в комментариях написали блин где есть у меня вообще мегалозавр хищники смысле я не просто не пойму может он у меня там уже спрятан вот ну по цвету похож на по цвету и шипы ну конечно форма тела совсем другая об этом мы не спорим но по цвету похож а вот он у меня где находится по цвету похож так ну а вообще он похож естественно как я думаю многие из вас написали правильно на зуха татара из джурас ворды life ну и на последнего гибриды которого мы создали сейчас давайте как бы их сравним вместе ну что ребятки похоже на зуха татара очень даже похоже даже по раскраске ну и на спина тазуха вот короче последний наш гибрид тоже короче очень похож вот эти вот более длинные такие отростки по моему очень похож как вы считаете кто согласен ставим лайк дать сейчас посмотрим на всех их троих вместе взятых вот смотрите зуха татар спина тазуху да очень короче похож на нашего барионикса короче забавно ставим лайкосик ребята ну и помчались дальше так ну пришло ребятки времечко нам прочитать про него эволюция один так переводится как тяжелый коготь от мы читали охотиться на побережье мы читали относится к семейству спина завреды связанным родством со спинозавром зухомимом и ирритатором если мы читали и помимо рыбы барионикса охотиться и на детенышей динозавра вот ну блин но никто не короче не пройдет мимо легкой добычи так сказать ну что полторушечка силы удара идем на арену ребятки так вот где-то здесь вот-вот он нас наш баре оникс так ну ну кого бы взять кого бы взять допустим си мы возьмем летуна потом баре оникса баре оникса и так я вот тут думаю можно взять тела космила например для разнообразия почему бы нет жаль что его как бы родственники в роли там зухомима находятся очень далеко полторы и ей не очень прикольно не очень прикольно конечно жизнью и диморфодона достаточно чтобы выдержать два удара так но в принципе у него потом идет у най ринг это мне на руку конечно жаль сливать а вот так вот даже на один потратил давайте барионикс против индоминуса вот эта битва и классно смотрится шикарно ребята шикарно просто раз два три 4 5 блин он подменится 16 позавра блин его не пробил жаль очень очень жаль кстати у нас очень похожие показатели были на баре у них даже помощнее я его за три не пробила он не пробьет сейчас такая блин у меня фрабил так а теперь у нас все получилось очень плохо получилось плохо я думал подмениться как бы пробить индоминуса и там бы было бы все шоколад на то есть его травоядный против моего барионикса а получилась ситуация наоборот но тем не менее сейчас ситуация чуток подравняется я пробиваю его у на ринг а остапозавр просто вот беда в чем на остапозавр сейчас меня легко пробьет всего лишь за два а смогу ли я его за два пробить по-моему могу а это получилось изи катка ребята вообще шикарно это думал что переигрывать придется и он даже не защитился очень как-то странное решение на что он рассчитывал но это было круто вращаем нашу рулеточку получаем кусочек биф штекса сочного и на этом в общем то ребяточки все тогда возвращаемся к нашему герою да да вот эти он на рост и смотрится забавно вот так выглядит обычный барионикс конечно же шедевр мне даже наверно мне приятно не смотреть на более реалистичное существо вот на так то как он выглядит до 30 уровня включительно ну а это его родниц с гибридами из жуасик ворда лайва ребята ну на этом все всем спасибо за просмотр и до скорых встреч всем пока